В Кремле заявили, что война в Украине продлится до 2025 года. А готов ли к этому сам Путин? Россияне начали массово донатить на ВСУ. Что теперь с ними будет? 25 тысяч, как сообщили компетентные органы, российские граждане с территории России направляют деньги на поддержку ВСУ. 25 тысяч предателей, власовцев, нацистов в нашей стране. И почему крымчане так недовольны оккупационной властью? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим с нашей гостьей. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая» с нами на связи. Ольга, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день, очень рада. Вот хочу начать именно с того, что заявил Шойгу. Он действительно говорит, что так называемая спецоперация, она продлится до 2025 года. Давайте послушаем, что же он сказал. США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению. В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий, плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Говорит, что все планы до 2025 года позволят достичь намеченных целей. А протянут ли они до 2025 года? И какие вообще у них сейчас цели? Вот цели по-прежнему неизвестны. Так называемые спецоперации, какие они были, какие они сейчас. Ничего про цели нового нет. Вы знаете, я веду сегодня очень интересный комментарий, номер логический по этому поводу. 1936 год. Олимпийские игры в Берлине, Германии. 46-й год, ровно 10 лет. Берлин разделен оккупационными армиями. 80-й год, Олимпиады в Москве. 90-й год, начался распад СССР. 84-й год, Олимпийские игры в Сараево и Югославии. 94-й год, Сараево выходит из состава Югославии. 14-й год, Олимпийские игры в Сочи. 24-й год. В 24-м году это все даже закончится. И не в пользу Шойгу. Я думаю, что в 24-м году выяснится, что цели спецоперации, чтобы Россия убиралась с оккупированных территорий. Вот, собственно, и все. Ну, мы тоже поддерживаем такие цели. И наша цель освободит всю нашу территорию, на которую зашли эти оккупанты. Но вот даже The Moscow Times пишет о том, что Путин якобы готовится к вечной войне. Расходы на армию в российском бюджете увеличат до рекорда со времен СРСР. И, по данным журналистам, впервые армия и заводы военно-промышленного комплекса съедят практически каждый третий потраченный казной рубль. А действительно, что же будет с экономикой? Где они будут брать деньги? Вы знаете, действительно, начинается, судя по всему, очень неприятная часть войны, известная еще со времен древних китайских военных учений. Оппозиционная война, которая может длиться годами. Это действительно очень и очень неприятно. Мы с вами видим это все лето и половину весны. И когда я разговариваю с военными специалистами, недалеко, как сегодня я говорила с Григорием Пасько, известным журналистом-расследователем и как раз специалистом-военным экспертом, и он говорил, что оппозиционная война, тем не менее, она тяжелая, она изнуряющая обе стороны, но что именно украинская армия, отвоевая день за днем, пусть совсем по чуть-чуть, пусть по пяде земли, только так можно и вести позиционную войну, в которой в конце концов победить. Но я думаю, может случиться и все, что угодно еще. Российская экономика показала, что она, во-первых, довольно крепкая, а во-вторых, что Россию окружают, к сожалению, очень ханжетские, циничные режимы и страны. И, знаете, конечно, одно дело, когда Китай, Северная Корея что-то пытаются России поставить, Китай играет свою игру, КНДР играет свою игру, но вы знаете, когда мы видим прекрасно, что у всех богатых россиян есть свежие айфоны гораздо раньше, чем они есть в Европе, что есть любые модели автомобилей, в том числе и на Бангини, и в Феррари, и все, что хотите, и все это свежайших моделей. Когда мы видим, что, да, закрылся в столе вечеринком переулке магазин «Кристиан Диор», и витрина покрылась пылью, но аренду не продолжают платить и ждать, и платить зарплату сотрудникам. Это, конечно, ханжество, такое чрезвычайно, на самом деле, обидно и оскорбительно, я думаю, и для всех людей, кто сочувствует и помогает Украине, и, безусловно, для Украины, это не приближает никак к победу. Это люди, которые не понимают, что они, вот этими своими действиями, навариваясь на мгновенные какой-то своей прибыли, да, прибыли, все-таки тянут человечество в Третью мировую войну ради продажи по серым схемам айфонов или сумочек, или автомобилей, потому что, конечно, к сожалению, мы ведем речь не о русско-украинском конфликте, а, возможно, в начале Третьей мировой войны. Именно здесь, именно таким образом, который мог быть тянуты вообще все страны. Если кто-то думает отсидеться на острове Вануату и имея зеленый паспорт этой страны, то учтите, что ее смоют цунами, если даже туда не дойдет ядерный взрыв. Это всех касается, абсолютно всех, включая продавцов сумочек и чего угодно еще. Каждый доллар, который идет в экономику России, люди, которые покупают нефть у России, газ у России, титан у России, они на самом деле убивают украинца. Украинского ребенка каждый день. И пока я думаю, что мы все, все родственники этих людей, которые ведут бизнес в России, их дети, не скажут им об этом. Это все может длиться годами. Нас с вами зависит. Действительно, таких людей находить и убеждать их, что так делать нельзя. Это аморально, это убийство. Хорошо, что мы с вами об этом и говорим. И я надеюсь, что нас все-таки люди слышат и услышат, и, возможно, будут распространять эти видео, чтобы действительно другие понимали, чем они занимаются, и те, кто поддерживают эту агрессию России против Украины. Но вот тут по поводу еще одного заявления, что якобы Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября и цель улучшить их ситуацию на фронте, вернуть российским войскам инициативу. Как вы думаете, почему Путин до сих пор ставит такие нереальные, нереалистические цели, и он что, просто не в курсе настоящих дел на фронте, или действительно вот у него такое задание, и он верит в то, что они смогут остановить ВСУ? Да, Путин не в курсе, конечно, он до сих пор не в курсе, самое-то главное, что он и был не в курсе, собственно, начиная эту войну, это совершенно сейчас очевидно, это довольно быстро стало очевидно, он и сейчас не в курсе, поскольку все прекрасно понимают, что никто не хочет быть носителем плохой вести. Человеку, который принес дурную весть, явно не поздоровится, и Путин до сих пор читает и интернет в рчатаном виде, и мемчики, и картинки, конечно, его мировоззрение формируется теми людьми, кто составляет папки, а тот, кто составляет папки, не хочет быть битым, поэтому мне такое очень странное представление, странное представление и о ВСУ, вы знаете, когда он особенно время от времени, и мы с вами каждый раз поражаемся, называет число подбитых украинских танков, и в общем-то, да, мы с вами хохочем, мы с вами хохочем, потому что эти немыслимые цифры не имеют никакого отношения к реальности, ну, хотя бы потому, что столько танков просто не существует, сколько их сбил Путин, или там, количество самолетов, но ведь это страшно, когда страной управляет настолько далекий от реальности человек, и страной управляет, и ведет войны, и каким-то образом рассчитывает и будущее своей страны, и наше с вами будущее, и будущее других стран. Конечно, это страшно, конечно, его окружение, я уверена, об этом знает, и пребывает, я думаю, в таком очень сложном состоянии. С одной стороны, от этого человека зависит их будущее, наше с вами будущее, конечно, совершенно не интересует, это интересует только свое собственное будущее, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно понятно, что чем безумнее диктатор, тем это будущее менее радужное. Его нельзя вроде как убить, куда-то деть, его перечить очень страшно, потому что непонятно, что будет. С другой стороны, если его сохранять, то понятно, что будет, понятно, что будет. И вот страх перед неизвестным будущим, которое может быть любым, и известным будущим, которое связано с Путиным, и с поражением, и с тяжелыми днями, и с невозможностью покинуть Россию, и с необходимостью покаяния, они все-таки выбирают неизвестное будущее. Вагнеровцы возвращаются на фронт, об этом написали аналитики Института изучения войны, и отмечается, что вагнеровцы эти якобы вошли в состав новой неизвестной организации. Эти боевики, по мнению аналитиков, не смогут ощутимо переломить ситуацию на поле боя, ведь у них теперь нет руководства, как Пригожин и Уткин. А что вообще сейчас с Вагнером? Хватит ли их и как они будут действовать на фронте? Будут ли они настолько эффективны, как были ранее? И там тоже некоторые военкоры писали, что якобы уже вагнеровцы в Херсонской области. Вагнеровцам некуда деваться, поскольку особенно вагнеровцы из числа осужденных никто не предполагал, что они вообще окажутся внутри России, потому что если бы Пригожин не поссорился бы в Шойгу, никто бы не увел Вагнер с оппозицией под Бахмутом. И это был сюрприз, что по оценкам Пригожина 32 тысячи головорезов, по моим оценкам где-то 22-25 тысяч головорезов оказалось внутри России. Да, их очень быстро начали сажать по очередному разу. Да, многие из них уже погибли в основном от передоза, но остальных всех стараются высосать таким пылесосом, высосать и снова забрать на фронт или на оккупированной территории. Либо через Росгвардию, либо через другие ЧВК, поскольку они, конечно, наводят Шухер. Внутри России, конечно, это сборище головорезов, убийц, которые чувствуют запах крови и не собираются работать, учиться и так далее. Они хотят только убивать. Поэтому их прекрасно высасывают пылесосом туда-назад в Украину, а ЧВК найдутся всегда. Это могут быть подразделения Министерства обороны, это и могут быть любое из десятков ЧВК, названия, которые уже никто не помнит, которые сейчас воюют в Украине. И надо понимать, что это не какие-то несчастные военные компании, что это компании, которые, конечно, фактически подразделения Министерства обороны, и они статус частых только для того, чтобы выигрывать тендеры бюджетные, подписывать контракты на поставку продовольствия, обмундирование, все такое, то есть дать возможность пилить и своим создателям, и руководству Министерства обороны только из-за этого. И, конечно, заключенные попадают ровно в тот же самый котел, с которого они вышли, только без харизматичного руководителя. Ну, поскольку его в принципе больше нет, то довольствуется тем, что есть, что называется. Но заключенным довольно трудно управлять, поскольку у них нет традиции дисциплины, и нет, конечно, никакой воинской подготовки. Поэтому довольно трудно с ними управляться, и на фронте появляется такое явление, как ямы, такие настоящие ямы, как Кавказскую войну, только если раньше зинданы просто рыли, то сейчас они используют подвалы разрушенных и полуразрушенных домов, где содержат там без суда и следствия, без гаупфахты всех провинившихся. Это тоже действует на человека. В общем, никто не хочет попадать в яму, но туда попадается потом за пьянку. В общем, мы можем с вами сделать выводы о состоянии этих вояк прекрасных. Ну, да, было еще одно сообщение о том, что Россия формирует новые штурмовые бригады, это не только бывшие зэки и вагнеровцы, но и якобы ищут новых людей, которые планируют бросать в разведку, в штурмы на фронте. И тут у меня такой вопрос, а кого еще? Якобы они уже всех, кого можно взяли, завербовали, москвичей будут бросать в штурм? Нет, нет, до этого еще далеко. Но, смотрите, Россия потеряла в ковид миллион человек, это миллион, собственно, избыточной смертности. Никто не заметил это, вообще никто. А потери в Украине, они еще в России не доходят до миллиона. Еще раз, миллион был незаметен. И, собственно, откуда берутся эти резервы для мобилизации? По-прежнему из трех источников. Это тюрьмы, оттуда можно взять еще 1300. Это бывшие гастарбайтеры, которые только что получили паспорт Российской Федерации или которые собираются получать этот паспорт. В основном выходцы из Республик Центральной Азии. То же самое, да, надежный очень источник пополнения. И, конечно, национальные окраины. Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тува. То есть никакие города-миллионники, столицы этого всего не заметят. А самое это главное. В общем, жителям и Центральной России, и Сибири, и Урала всех этих людей не жалко. Не жалко ни заключенных, ни бывших гастарбайтеров, ни жителей национальных окраин. Их просто не видно нигде. И потом, конечно, российское общество очень далеко от принципов интернационализма. И если сказать, что воюют буряты, дагестанцы, все пошут плечами и скажут, ну, хорошо, ладно. Они же все-таки россияне, защищают родину. Вот, кстати, по поводу жертв, да, и по поводу тех, кто умирает на войне в Украине, естественно, на российском телевидении точно об этом не скажут, так как и не говорят о прилетах, которые есть очень даже в цель, в точку, как говорят. И вот была информация, что якобы наши силы смогли убить и ударить по штабу Черноморского флота РФ, и там было уничтожено 34 офицера, но командующий Черноморского флота, об уничтожении которого заявляли наши СССР, якобы жив и присутствовал на коллегии Миновороны. Соответствующее видео опубликовало российское ведомство. Ну, что-что, но снимать фильмы они точно умеют, хотя не всегда правдоподобно. Что вы думаете об этом? Это будет такой же спектакль, как с крейсером Москва, который полгода у них сохранял плавучесть? Или как с Жириновским? Ну, вы знаете, вполне возможно. Дело в том, что если Соколов жив, то в любом случае гибель его была бы вполне бы символичной, а никак не более того. Поскольку отбор кадров в российском военном ведомстве ничем не отличается от отбора кадров в любом другом ведомстве. Это, конечно, отрицательный отбор. И если где-то появляется талантливый командир, то вряд ли он станет больше, командир корабля, например. Ну, в крайнем случае командующий каким-то объединением, но никак не адмиралом, не командующий флотом, поскольку для этого дела нужны совершенно другие навыки. Не военный талант, а умение вязать угождать начальству и так далее, и так далее. Вполне себе такой давний привычный отрицательный отбор. Поэтому я думаю, что реально талантливые офицеры, как мне не горько об этом говорить, что в любом случае речь идет о жизнях людей, они погибли в числе этих трех десятков офицеров. Но это был их выбор. Это был их выбор продолжать воевать в армии, которая напала на Украину, которая никому ничего плохого не сделала, поэтому жалко говорить о гибели талантливых людей, но если этот талант направлен против человечества, то туда им и дорога. А выжили паркетные генералы, если они сегодня на паркете, то и черт с ними. А все-таки 32 или 34 погибших офицеров, это тем не менее в любом случае большое облегчение для Украины. Потому что мы же видим с вами, что бездарный военный, типа Шойгу или Герасимова, это большое дело на войне, в отличие от гадских, но талантливых военных. Суровикина, Уткина, и чем их меньше будет, тем лучше. А что мешает им сказать правду? Ведь в бункере живет только один тип, а все остальные граждане России, я уверена, что пользуются интернетом, умеют читать телеграмм и явно увидели эту новость. Что мешает сказать? По-разному, по-разному. Кого-то страх. Я думаю, что страх сейчас превалирует. Кому-то хочется продлить свою жизнь в комфортабельных условиях. быть при штабе, быть при каше, при зарплате. Кому-то хочется, на самом деле, все больше и большему количеству людей. Кому-то просто хочется длить войну, потому что люди приспособились к войне. Ведь посмотрите, уже в каждом регионе строятся заводы по производству, например, беспилотников. А это бизнес. Это еще и военный бизнес. Люди получают работу, простые люди. Непростые люди получают это в собственность, получают торговлю. Офицеры получают контракты. И контракты в том числе на поставку вот этих беспилотников или любого другого оружия. То есть и бизнес, и обычные люди приспосабливаются к военным условиям, и многим это начинает травиться. Особенно, когда на твою голову не сыплются бомбы, как они сыплются на мирных украинцев. Все это в общем можно совершенно спокойно эксплуатируют и дальше. Ведь пропагандистам очень нравится война, естественно. Они за это получают деньги. Военным нравится война, они сядут в штабе, получают за это деньги. Ну да, есть риск. А уж как нравится война бизнесу и поставщикам военным, это просто слов нет никаких. Все у них прекрасно, все у них хорошо. Судям нравится война, вот сколько работа по антивоенным фейкам. тюрьмы пополняются новыми заключенными. Путин очень доволен, потому что освобождаются города и сила от маргиналов, от маргиналов в смысле от заключенных, от гастарбайтеров. Всех все устраивает. Всех все устраивает. Начинается такая вот военная привычка. Поэтому все и молчат, чтобы не спугнуть свое маленькое военное счастье. Я думаю, что сейчас на самом деле война не нравится это бизнесу в Севастополе, потому что после ракетных атак в отелях осталось максимум 10% туристов и те 10% это местные жители. Как предают российские профильные издания, тревожная обстановка в Севастополе не способствует и без того скудному турпотоку в город, поэтому представители крымского турбизнеса ломают голову, как же им привлечь к себе посетителей и не потерять деньги. Ну а еще я видела такое обращение и видео, что крымчане начали обвинять своих гауляйтеров и оказывается у них нет укрытий и они очень этим возмущены. Что же дальше? дальше я думаю надо посмотреть куда денется миллион человек, потому что вы знаете население Крыма с 2014 года увеличилось на миллион человек. Там было два миллиона, сейчас три. Это люди, приехавшие в основном из России. Ну вот, пожалуйста, они россияне, они проголосовали своими ногами, своим переездом, а также есть два миллиона крымчан, которые голосовали референдуме, да, их заставили, да что вы говорите. Очень-очень будет любопытно развиваться вся эта история с Крымом, причем действительно, вы знаете, чем дальше, тем больше кажется, что если есть довольно сложный прогноз в отношении судьбы так называемых ДНР, ЛНР, оккупированных территорий, то судьба Крыма, мне кажется, решается в эти дни. Я не имею в виду, что Крым перейдет завтра к Украине, нет, 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 просто мы видим с вами, что никто не против того, что происходит сейчас в Крыму, и как бы можно и нападать еще. Я что-то не слышу как-то никаких замечаний там ни от Байдена, ни от кого, то есть, да, Крым это Украина. И Украина, собственно, на свои территории, возвращает свою территорию, освобождает ее от захватчиков. Ни у кого нет никаких вопросов. А дальше мы с вами знаем прекрасно из сотни вековой истории Крыма, что Крым это неприступная крепость, которая сдается каждому, кто придет на перекоп. А Украина, мне кажется, к этому очень близка. Ну, посмотрим, что же будет дальше. Мне тоже кажется, что сейчас именно решается судьба Крыма и, наверное, уже началась его деоккупация. Но вот, кстати, когда еще смотришь на эти видео прилетов, и не только, кстати, в Крыму, но и в Москве, и когда слушаешь, как комментируют это россияне, у меня складывается такое впечатление, что некоторым россиянам и самим нравится то, что происходит, потому что они «во, давай еще, как круто!» и, кроме того, оказывается, что некоторые россияне еще и поддерживают финансово вооруженные силы Украины. Давайте с вами послушаем. 25 тысяч, как сообщили компетентные органы, российские граждане с территории России направляют деньги на поддержку ВСУ. 25 тысяч предателей, власовцев, нацистов в нашей стране. При этом, я так понимаю, что это минимальные цифры. Я вам больше скажу. И они все не арестованы и не сидят, и не гниют. Сейчас магаданцы перебьются, да? Я сразу в Магадан не отправил. 25 тысяч не сидят и не гниют. Да. Я думаю, что здесь в чем прав Соловьев, хотя это странно довольно произносить, то, что таких людей гораздо больше. И речь идет не только о донатах ВСУ. Совершенно понятно, что из России напрямую перевести на счет ВСУ, да, но это невозможно. Это невозможно. Но так или иначе, конечно, люди донатят. Люди переводят деньги своим близким в Украине, да, так или иначе. Сколько раз я принимала лично, да, займозачетами разнообразными, перекинут деньги в Украину, при всем при том, что, извините, я со своим русским паспортом из Германии, из Берлина тоже не могу послать деньги напрямую в Украину, потому что русский паспорт, деньги будут конфискованы. То есть мы все время ищем какой-то способ. То есть есть препятствия не только со стороны России, но и со стороны Украины. Хотя вот это просто мы давайте уберем, потому что Украина может делать все, что угодно, да, с людьми, у которых есть русский паспорт, это ваше святое право. И не мне на это жаловаться. Я думаю просто, что Киселев тоже считает вместе с Соловьевым этих людей предателей, этих, кто пытается помочь своим родственникам. Я считаю, что он также считает предателями людей, которых просто сопровождает украинцев, которые пытаются уехать с оккупированных территорий. Вот сколько я знаю, опять же, я встречаю беженцев, которые сейчас уехали там из Алышек, например, да, а из Алышек уехать не так-то просто, совсем непросто. Если люди хотят уехать в Украину через Олежки, из Алышек в Украину, это нельзя сесть на лодку, переплыть в Днепр и оказаться в Херсоне. Нет. Это надо попасть в Крым, из Крыма в Россию, из России доехать до Белгородской области, и там попробовать перейти пограничный пункт Колотиловка. И удастся это далеко не каждому. Если, например, у пожилых людей есть сын, который сейчас воюет, естественно, воюет на территории Украины, воюет в составе ВСУ, то таким, например, людям будет очень тяжело это сделать. Но их встречают и пытаются вот так вот вернуть в Украину российские волонтеры, которые не хотят никому, конечно, называть ни своих имен, ни своих маршрутов, ни своих позывных и так далее. помогают ли эти люди в СССР? Ну, они в любом случае помогают оставаться людьми. Они, по крайней мере, помогают каким-то образом говорить, что не все в России скатились. Они помогают говорить, что далеко не все считают эту войну справедливой. И, конечно, я уверена, что такие, как Соловьев, как все генералы, пропагандисты с удовольствием бы сожрали бы их с кашей или сгноили бы их в Магадане на Колыме. И таких людей, конечно, гораздо больше, чем 25 тысяч. Гораздо больше. Я надеюсь, что их много, но не думаю, что большинство, к сожалению. Хочу с вами обсудить, что может быть с этими людьми, если узнают, что они действительно помогают в СССР? Потому что я недавно прочитала такое сообщение, что мужчину, которого подозревают в поджоге инсталляции в виде буквы «З», его вывезли в лес, пытали током и ему угрожали. И сбивали, ну и очень-очень много разных пыток за букву «З». у нас есть погибший такой в Самаре. В мае погиб мужчина, которого примерно то же самое задержали, и он погиб в следственном изоляторе временном. Отпыток погиб. Да, это люди, которые пытаются сопротивляться, и они, в общем, даже жертвуют своей жизнью. сроки, которые дают за помощь в УСУ, это, в общем, фактически пожизненные. Это измена Родине считается, то есть это сразу статья 175 Уголовного кодекса, это в строке, в общем, 22, 23, 25 лет. По поводу пыток, то на самом деле они есть не только в тылу России, не только над теми, кто помогает в УСУ, но и оказывается, что даже своих бьют, унижают на фронте. Мобилизованные из Северной Осетии пожаловываются, что в оккупированном Токмаке на него напали свои, избили и заявили, что Россия для русских. На ситуацию уже отреагировал и глава республики. Накануне в сети появилось видео, где один мобик, он заявляет о том, что двое военных якобы на него напали в Токмаке и даже напали сотрудники военной полиции. Процитирую, что он говорит. «Нас кидали, как свиней, положили лицами в пол, били прикладами. Когда я лежал на полу рядом с моим ухом, выстрелили из автомата и раскаленное дуло прижимали к моей спине. И потом уже, когда глава Северной Осетии комментировал, он сказал, что поручил разобраться с этой ситуацией якобы нашим ребятам из батальона Шторма Осетия и Алания. Что это за батальоны? Их там учат такому поведению? У меня такое ощущение, что я слышу сзади вас чуть-чуть звуки воздушной тревоги. Да. Да. Это немыслимо, что я с вами разговариваю, а вы слышите звуки воздушной тревоги. Что касается вот этой... Хотела сказать слово «жестокость». это не жестокость, это совершенно неадекватное, безусловно, восприятие мира и расчеловечивание, когда, знаете, самое худшее, что есть в человеке, обычно открывается в тюрьме, по крайней мере, в русской тюрьме. Все самое худшее. Там бывает, самое лучшее раскрывается, но чаще раскрывается самое худшее. А потом вот это все несется и на фронт среди военнослужащих, и на свободу. Вы знаете, я прочитала тут недавно, как два бывших баб вагнеровца выпивали и поссорились, один друг друга пнул ложом, а потом изнасиловал. Снял штаны и изнасиловал веником. Как в тюрьме. Как с ними обращались, так они обращаются друг с другом и везут это дальше. Как привыкли обращаться в свои глубинки, где любой человек не той национальности, не коренной национальности, он узкоглазый, какой-нибудь там еще, просите меня, ради бога, за эти слова чудовищные. Не свой. И вспомните вагнеровцев, которые, когда шли на Москву, они глумились и очень хотели идти громить Рублевку. Ведь не потому, что там украинцы, не потому, что там бандеровцы или фашисты, а потому, что там можно громить. Если можно громить Рублевку, то очень хорошо надо громить Рублевку. Если можно бить осетин, давайте бить осетин. А завтра будем бить бурятов. А послезавтра бурят у нас. А если можно в тюрьме силовать веником, почему нельзя на свободе? Конечно, можно. Это полная вседозволенность, которую, собственно, и объявил, в том числе, и российский суд, который освободил всех этих головорезов от их приговоров, от их ответственности и вообще помиловал вместе с Путиным. Теперь можно все. Теперь можно вообще все. Ну, так это видео с Кадыровым младшим, где Кадыров старший говорит, я горжусь своим сыном. Именно так. И где эти сотрудники в СИН? У нас что, Чечня не входит в состав Советской Федерации? Конечно, не входит. Никогда не входило. Конечно, это Чечня, это Кадыров победили Путина, а не наоборот. Конечно, Чечня фактически экстратериально. Конечно, с Кадыровым ничего нельзя сделать. И, конечно, это очевидно. Это совершенно очевидно, что на отдельный падеж шаг, который рассматривает Россию и Путина, и российский бюджет исключительно как органы, выдающие колын. Налоги, разумеется, победители от побежденных. Конечно, так будет и дальше. И, конечно, Россия будет и дальше платить. Я надеюсь, Украине будут платить репарации. То есть, я не надеюсь, я в этом совершенно уверена. Но пока, пока, пока до этих репараций далеко, Россия платит в Чечне такой средневековый абсолютно налог. Ну, мне очень интересно, как же, до чего все это все-таки приведет, знаете, когда они действительно будут убивать друг друга у себя в стране, а потом винить, как всегда, во всем Украину, что якобы это мы этому поспособствовали, этому. Но на самом деле они сами делают из себя таких же варваров. Ольга, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я вам желаю хорошего дня и напомню, что Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая» была с нами на связи. Вы, друзья, обязательно поставьте свои лайки, напишите комментарии, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, желаю только хороших новостей. До встречи. Спасибо.